Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 31-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov». В предыдущем выпуске закрыл квест «Рыбное место», передав ключ-карту от входа в лабораторию егерю. Доварил в убежище железяки для миротворца по квесту «Лэнд Лиз» часть 2. В Восточке 306 номере забрал кейс по квесту «Груз Икс» часть 1. Вынес автальмоскоп «Санитара» по квесту «Коллеги» часть 2. В Восточке санатория забрал папку и обнаружил помещение с водой по квесту «Груз Икс» часть 2. В подвале западного корпуса нашел ящики квеста «Груз Икс» часть 3 и настрелял 10 диких на берегу с М4А1, закрыв «Мокрое дело» часть 1 для миротворца. Выпуск поддержали финансово Тимон, Омск, Двоемер, Ацтек, Дарк, тот самый Михаил, Роман, Алексей, Колясик, Рэдбачок, Санитар и Дэпхант. Огромное спасибо вам, люди добрые. Будьте здоровы. 45-й вектор вполне можно попробовать, если в руки попадется. Привет, Ацтек. Все путем. В Турции спокойно. Миш, тут точно такого добра не найти. Рад стараться, Роман. Карелии привет. Зазе Алексея привет. Рэд, я глянул выпуск Харда. Ему шерпы или помощники не нужны. Ему интересен процесс интерактива со зрителями. Я там бантик сбоку буду. Добрейшего времени суток. Добро пожаловать на канал новым зрителям. Огромное спасибо еще раз за поддержку, так сказать, штанов. Всем приятного просмотра. О, сейчас пойдет у нас процесс прокачки, пацаны. Воздушный фильтратор устанавливаем. Самого фильтра у меня как таковой нет, но мы его сейчас прикупим. Благодаря воздушному фильтратору и фильтру за 150 тысяч в течение 18 часов при включенном генераторе у меня будет ускорение прокачки группы умений физические, плюс 40%. В умениях мы можем поставить тип физические и посмотреть, что это нам даст. Это нам даст силу, выносливость, жизнеспособность, стрессоустойчивость, иммунитет, метаболизм, здоровье. Также у нас установлена зона отдыха, которая нам теперь дает больше энергии. У нас запас энергии на 10 очков больше, 110 энергии теперь будет. Еще у нас установлен ящик диких, тоже. Бам, сюда его. Есть у меня еще папка с разведданными, за папку сразу отправляем пацанов. Разведцентр третьего уровня доступен к постройке, и теперь я максимальное количество всяких железяк могу варить для квестов. Для водосборника шустрила продается у нас. О да, есть шустрила, давай тогда прикупим. Сколько мне там штук надо было этих шустрил? 5 штук ровно. Покупаем. Все, готово. Водосборник третьего уровня, улучшения запускаем. Потребуется 16 часов для улучшения. По персонажу есть попутные оперативные задачи. А точнее, устранить диких с расстояния больше, чем 20 метров, семерых, на локации развязка для терапевта. Найти и передать реле контроля фаз 2 штуки. Просит у нас миротворец, но это можно на любой локации, где угодно искать. Первый ознакомительный, разминочный, спортивный, развлекательный рейд будет на развязку за дикаря. 15, 28, посмотрим. Может быть мне получится сейчас релешки просто вынести. Чтобы не было необходимости отвлекаться еще и на эти релешки. А то обычно я, когда начинаю хвататься за несколько дел сразу, все дела сразу страдают. Что мы можем? Ой, мать моя, пара магазинов всего. Зато мешок-то какой огромный и дарит мои корни. Есть машина, есть 21 минута. Парам искать реле. Цель рейда только пару релешек найти, да и все. В компьютере, например, посмотрим реле есть или нет. Есть у меня еще один предмет, за которым бы по-хорошему надо будет диким поохотиться. Это присадка топливная. Одна единственная, которая осталась. Для барахольщика. Где-то слева я выстрел слышал. Уши, уши отсутствуют, понял. Если я без ушей это услышал, то не исключено, что совсем близко. Еще и глушитель услышал. Возможно, по центре идет сейчас на выход на автомобиле, да? Упал. Значит, ушки на макушке. За Б-14 от бункера в лесу ключик. Вообще, здесь на ГЭС, на ТЭЦ, точнее, вполне реально эти пару реле найти. Здесь очень много ящиков с инструментами, штук пять их точно тут есть. Но по закону подлости я, конечно же, их не найду. Ведь я за реле пришел. Понял. А раз ты пришел за реле, ты их никогда не найдешь. Ладно. Пойдем тогда на подстанцию сюда еще. Заглянем. Пацаны, я свой. Где-то тут как раз на подстанции стреляли, похоже. Нет, не видать. Понял. Тогда придется заходить все-таки на складскую зону, там смотреть, искать. Подниматься, в общем. Подожди, может быть тут в тайнике будет? Может ли быть реле в тайнике? Я думаю, да, может. Попадется ли мне реле в тайнике? Я думаю, нет. Чего-то, 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 скользкая, что ли, крышка. Хлам она собирал. Ага, вон, кто-то зашел. А, не, не зашел, это дикий, по-моему. Нет, это не дикий. О, непонятно, кто это, короче, куда я пошел. Будем смотреть тогда полки и ящики с инструментами. Не помню, там на полках реле эти вообще спавнятся, нет? Вообще, по-хорошему, за релехами можно в лес сходить. Там под бункером вечно эти реле. Под бункером диких. Под антенной. Там эти реле по 2-3 штуки за раз лежит. Так. Неужели тут никто не лутался? Фантастика. Так. Все, можно уже более избирательно собирать лут. Мешок уже полный. Или в магазины электроники все-таки заглянуть? В чем вот это вот все по углам шарится? Кусаки. Пистолетные. ВД-отвертки. О, а, сухое горючее, думал. Релеха. То, что нам надо. На самом деле, меня за этот мешок свои же могут раздербанить челоботы. Такой историей, я думаю, не удивишь никого. Что, тогда в воле пойдем искать реле? Если тут не найдут, мне на самом деле придется воле чесать. Что за страшные вещи тут такие? Нет реле, пацаны. Такой юмор. О, есть. Есть один штук. Если есть один штук, значит, может и второй быть штук. Сколько я ящиков с этих инструментами обошел? Только в одном ролях и оказалось. Жестко. И вот реле. Конечно. Так, что-то мы из нас выкинуть-то. Какую-нибудь соль можно выкинуть. Блин, ну давай. Если сейчас найду, я пошел домой. Ящик, ты решаешь судьбу. Ничего ты не решаешь. Получается. Ладно, пошли в воле. Время, благо, пока есть. Ну, даже если я одну релеху вытащу, уже неплохо. Уже, значит, не зря все это мероприятие. В компах реле это не спаунится, так что я в кабинеты заходить даже не буду. Вот, вот здесь сейчас будем искать. Вот в таких ящичках. Бам, газонализатор. У нас еще тут есть ящик. Давай, реле я пошел. Не хочу там в воле лазить. Опасно там. Понял. Это, говорит, твои проблемы. Ну, давай искать реле. Темно, конечно. Вечно в этом дальнем углу глаз выкали. Откнировали. Орк стекло, говорит. Понятно. Шланги, электродвигатели. Все, что нам не надо есть. Пропан. Да, по-моему, проще куда-нибудь в магазин, знаешь, какой-нибудь залететь. Типа электротоваров. Что-то мне подсказывает, что это будет проще намного. Какие ленты нам нравятся. Что-то тихо больно. Даже диких нет. Вполне возможно, их тут ЧВК задушили. Так, пропанище. Блин, ну-то реле, реле. Так, постой. Тут, кажется, был ящик. Где-то. А, тут гранатный ящик. Ой, хорош. Красота. Все, можно домой педалить. Кушай, заработал. Вот работенка, да? Затушенку и энергетик. Ну да, неплохой. Все, пошли домой. 8 минут, красный таймер. На МЧС попробую выйти. Я нашел две роли. Заодно послушал игру. Побегал. Все нормально. Можно теперь запускаться сюда же, только за ЧВК. Посмотрим. Попробую сделать миротворческую миссию здесь на развязке. Плюс Дейликат. От терапевта. Если все пройдет гладко, пойдем... Ага, он, челобот, что ли, там в автобусе лазил. Если все пройдет гладко, то пойдем дальше. По миротворческой миссии. Если что-то пойдет не так, и меня завалят, то я дальше закупаться синей брольней и шлемом не буду. Не то чтобы тратиться неохота, просто на складе уже там опять места нет. А выкидывать, продавать. Жалко там бронежилеты нормальные четвертого класса. Пятого выше. Бронеразгрузки. Вроде свои, но в прошлый раз... Что-то непонятно было в этом плане. А вот тут друган мой бывал точно. А, нормально. Адекватные люди есть. Зашибись. Все, выходим. Только не стреляй. Вот, миротворцу я должен был. Копец, я их долго искал, забыл, кому надо было передавать. Две реле я нашел, две реле я передал. Закрыл квест и пару ручных карнат, которые мне потом понадобятся, я забираю. Что там у нас по устранению на развязке? Говорит, дистанция больше, чем 20 метров. Всемирых диких нужно будет настрелять. Для терапевта и синий броник и шлем. По миротворческой миссии из М4А1 12 диких нужно убить. Плюс есть три маяка для пометки трех маршруток для барахольщика. За ЧВК мы пойдем на развязку, точнее, в 7 утра пойдем. Страховать уже ничего не надо. А можно ухо застраховать за 3000, если вдруг найдем, переоденемся быстренько. Ну что, господа, мне нужны дикие. Много диких. Если меня здесь убивают, я теряю синюю каску и шлем новый. Покупать не буду. Надеваю жилет дикого и иду тогда на берег. Там буду доделывать дела для прапора. Плюс буду делать там дела для миротворца. Эх, у нас тут дождик на локации. Слегонца туман, но солнышко почему-то светит. Слепой дождь. Мы его в детстве таким... Так называли. Слепой дождь. Я думал, если дождик, то все серое там будет. И не так палевно будет выглядеть мой синий шлем. Голубенький. Ну и ладно. Ну, что, господа. Пошли за дикими. Просто ходим, стреляем диких. Первая точка, которая меня интересует, это ТЭЦ. Конечно же. Там мы сможем поглядеть, есть ли машина. Можем ли мы в случае чего рассчитывать на выход. В этой стороне. Похоже, что да. Так, машина есть. Хорошо. Блин, может... К черту этот лут пока, а? Все равно места в схроне немного. А пока обойдемся без лутания. Походим, поищем диких. 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 Пошли в идею тогда. В идею вверх посмотрим. Посмотрим низ подвал под идеей. Парковку. Да давай, ты чё, серьезно. И так весь на измене бегаю. Так, мы внедрились. Ящики смотреть ничего не буду. Буду смотреть только, знаете, какие места, где... Ну вот, например, внутри там в офисе посмотрю. На случай... Нахождения... Какой-нибудь видеокарты. Не хочет умирать. Что бы что ни говорил, я буду жить, говорит. Не обращайте внимания на метку. Все патроны у меня заряжены шестые. Восемьсот пятьдесят шесть и один. И пятьдесят пятые я взял на... На досып. Ну чё, счет открыт. По дейлику и по миротворческой. Понял тебя. Вижу тебя. Левый короткий, правый по утрожи. Двое есть. Тоже в дейлика туда и сюда, короче. Нормально. Магазины буду держать полными, по возможности. О, синий шлем. Хотя... Так, вот сразу сделаю. Все, и двадцать семь килограмм почти веса. Кулеры лежат. Но они нам не нужны. Да и вообще, я, конечно, могу сейчас лоты набрать. Нормального лота. Но оно мне надо. Как бы и да, и нет. Ну чё, рейд только начался, я буду уже... Полный ходить. Так, туда в подвал. Больше вроде не вижу никого. Так. Так, дай бог памяти. Где же у меня газели? Одна на парковке. А, и две на разломе внизу здесь, в подвале. Кто-то крутнулся? Или послышалось? Послышалось, похоже. Есть предчувствие того, что мне придётся челоботов ждать. В прошлый раз я высадился на двадцатой минуте, там, плюс-минус. Так что минут через десять можем ожидать челоботов и подгрузку новой партии диких. Скорее всего, мне придётся... Долго прям возиться тут на локации, чтобы дождаться диких в достаточном количестве. Молочко. Ваше здоровье. Молочко. Экwillевль. Хенного. А, и солнце. Давай попробуем установить Тогда маяки здесь на разломе Если меня никто Не накажет То тогда по подвалу Оля еще пробежусь Пробегусь Там заодно диких посмотрю И там же на парковку выйду Хотя бы с одним выполненным квестом Отсюда уйдем Там единственное что останется Так это выжить выйти с локации Модули какие-то Вот она первая газель Довольно тихо на локации Обычно На плотной какой-нибудь Густонаселенной локации Обычно возня Не скромная происходит Лучше меня Все устраивает Пока все нравится Так Пошел процесс Первая Упс Упс Служивый Дикий Все нормально А вон там в разломе Вторая газель у меня Надо туда Примещаться Вон она стоит Возьмите 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 Ага О и дикие есть слева Можно было бы наверх Через верх пойти Но Давай уже развязались За эти самые За газели Уже и третью Тогда пометим Пойдет Это было слишком близко Для Дейлика Конечно Ни о каких Двадцати метрах И речи нет Ну и ладно Пять рублей Нашел Пошли за третьей газели И потом воля будем подниматься Пожалуй Или можно будет воля Знаешь как зайти С той стороны Наоборот С улицы Третья газель У нас здесь За забором За синим На парковке Парковка Или что это Трейлерный Разгрузочный Какой-то Объект Да Я наверное С улицы Зайду В воле В подвале Уже однозначно Делать нечего Пока По крайней мере Пока дикие Не подгрузились В воле Зайду Внутри Там Пошатаюсь Давай-давай-давай-давай Не выдумывай Значит план таков Приживается маяк Я с улицы Через Заднюю часть Волли Посмотрю Там диких Может кто Поспавнился Я понимаю Что я там Появился на карте Как бы На МЧС На этой Вполне возможно Мы сейчас там Диких найдем Если нет То внутрь Волли В самой Пошатаемся А потом Наверх Пойдем На второй этаж Со второго этажа По ким пидрим Оттуда Диких Постреляем Попробуем Либо можно Будет На Гошан Да На эти На КамАЗ Залететь В общем Тут и дистанция Нормальная Так то Для Дейлика Похоже Что тут Никого нет Уже Вот-вот Должны Челоботы Подъехать Нет Кто-то Есть А вон он Гепка Выйти Твою мать Дистанция Хорошая Была Че промазал Вечно руки Крюки Блин Давай Подождем Че Че у меня там По Дейлику Вообще Получается 42% 3 из 7 Тут 4 Получается Да 4 Из 12 Понял Давай Ну все Пора Выходи Или он Нашал уже Мы Посидим Подождем О Еще идет Ну давай Блин не вижу Где ж ты Есть Ну давай Мы так сейчас Будем долго Слишком Ладно Пофиг Если Магомед Не идет Горе Гора Идет К Магомеду Есть Двоечка Это Нормально Пойдем Значит Внедряемся В Волли Тут Хороший Такой Тир Будет Вдоль Этих Самых Вдоль Каз Да По идее Вполне Можно Попробовать На хорошей Дистанции Выцепить Но нет Хотя Знаешь 20 метров Это Ну не Дистанция По сути Да я бы Сказал Разве Что Не Вплотную Застрелить Надо Блин Блин Я рассчитывал На другое Конечно Вы Моя Ага Ах ты Ебагла Где ты Где ты Очень 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 Не Нравится Этот Сектор Здесь В засаду Засесть Вообще Как Два Пальца Елки Елки-палки Один Дикий Всего На идею На всю Ой На всю Олли Как же Это Грустно У меня Это Не устраивает Пошли Искать Дальше Наверх бы Подняться Ладно Сейчас Подняемся Провода Шмровода Ничего Серьезного Процессор Который Сейчас Ничего Не Стоит Пошли КамАЗ Посмотрим Туда С палаткой Ну тут На кассах Сто Подово Должны Быть Прям Много Во Дзага Дзага Тзага Ах Ты Хер Ебучий Опять вплотную получилось Вот тут бы сверху Хорошо было бы, да, посмотреть? Да чё так мало-то диких, ё-моё Ну это же мало У каждой точки спауна По одному, а то и вообще нет Опять с какой-то О, отлично Устранение дейли готов Теперь можно не париться за счёт дистанции Да бог его знает Чё теперь идти на шоссе туда вниз? Ха-ха, синий броник и синий шлем себе нашёл С кого он снял? Вторую волыну С кого-то же он снял её Ладно, чё у меня там ещё осталось? По задачам Так, миротворческая Ещё двоих надо Подожди, ё-моё, почему б... А, это бабушка какой-то там Ещё двоих надо, говорит Двоих могу или я на палатках там стоять? Там на палатках могу я их встретить? А могу или не встретить? Давай, наверное, тогда через идею Или подвал идеи хотя бы Я так предлагаю, чтобы наверняка сто процентов Если в идее не найдём Или хотя бы одного найдём То пойдём на дорогу И там на ЖД попробуем выйти Хотя можно где-нибудь сверху там посмотреть Да, эту дорогу Ай, ладно, пойдём поглядим Это вот сейчас пока буду гадать Проще уже сходить самому И посмотреть Однозначно О, есть там один дикий хотя бы Я ж перекосила персонажа О, нифига, их тут трое целых Ложись Вон он справа Не вздумай убить меня У меня один дикий остался Е-мое Так Я не вижу ни первого, ни второго Это, короче, знаешь что? Это груз ответственности Когда у тебя остаётся последний маленький рывок Казалось бы, простенький Вообще У него что не стоящий Удача вдруг Угу Точнее не удача, а сам начинаешь Суетиться Вот, всё Наконец-то я выполнил Ух Базар мне Я так и подозревал Я так и подозревал, что всё этим кончится У меня же третий класс брони Я совсем забыл про эту тему У меня же даже ПС-ки прошивают Там чуть ли не насквозь Короче, нормально Я так отхватил от диких Но главное Я сделал свои подзадачи Устранение квеста мы завершили Семь из семи диких настреляли На дистанции более 20 метров Маршрутка Квест у меня всё-таки выполнился Выжить Вытес локации Видимо, этот подпункт я сделал В предыдущих каких-то рейдах Так что я могу закрывать квест маршрутка Миротворческой миссии Тоже полный порядок Диких на развязке Мы тоже 12 штук настреляли Но так как я эмку потерял И буду ждать её по страховке Там красный таймер уже был Если челоботы не поднимут То вряд ли Кто-то заберёт с рейда Вообще, по большому счёту А то я, можно сказать, досрочно просто Меня дикий вывел с локации Пару слов ещё о рюкзаке хочу сказать Точнее выразить благодарность людям Которые мне много очень чего подсказывают В комментариях То есть не просто пишут А нафиг ты этот МБСС носишь Типа, бери побольше рюкзак Не помню точно, кто это написал по никнейму Но скажу так, что Рюкзак Payday Pack мне рекомендовали И, как оказалось, это очень хороший рюкзак Во-первых, однозначно он больше На 4 ячейки И, во-вторых, у него На 72 грамма всего Вес больше, чем у МБСС Вот за такие комментарии Вот за такие советы Просто жму руку Спасибо огромное Можно сравнить его, например, с Беркутом Такой же по размерам Не намного дороже Тоже там в районе 20-ки стоит Но здесь вес на 300 грамм почти больше Рюкзак Дикого тоже даёт 20 ячеек Размер контейнера Но при этом он весит на килограмм Целый больше, чем Дайпак Есть меньше визуально Но также размер контейнера 20 ячеек И он весит 2,5 килограмма, пацаны Пойду с СКС на берег Будет у меня коллиматор И на случай дальней какой-то дистанции Мы будем ПСО цеплять, короче, на эту пушку Взял один маяк, чтобы Остров Рыбацкий пометить Ну и жилет Дикого и Балаклава На случай, если вдруг в ПВП кого-то застрелим Пойдёт это всё в Карателя, часть 4 Ох-ох-ох, как всегда мне спаун От души просто Просто от души Прям на другом конце карты Абсолютно меня заспаунило Надо бежать мне в сторону тоннеля Там у меня Остров Диких Там мне надо это всё дело Маячить Ну что ж Попутно будем внимательно слушать карту Долгая загрузка была Точнее, долгое ожидание игроков Я думаю, что карта битком будет ЧВКшниками Постараюсь быть Предельно внимательным Цели убить Диких У меня нет Потому что эти персонажи мне не интересны Набить рюкзак лутом Тоже цели такой нет Очевидная одна цель у меня Пометить Остров Рыбацкий Ну и по возможности ЧВК, конечно же Пройдусь здесь между Чупа-Чупсом И берегом Прибрежные зоны Короче, буду продерживаться В случае какой-то возни О Возня есть Возня есть, знаешь где Ого Так это же эти самые Это боссы, пацаны Это же Гранатомёт жахнул Дикий Грустный стоит У забора Пощупаем для опыта Харизма и прочие вещи Сами себя не прокачают же Тем более, что у меня Навык физических там А хотя там нет Вот этих лутания Да, внимание Или есть, не помню Ладно, болтаем СВД джебошит Снайпера, короче, есть На той стороне Так и запишем Гляну тайник Не лута ради А информации для Тайник закрыт Вполне возможно, что здесь никто и не появился Ну да, раз дикий тут ещё стоял Судя по всему Никого Сейчас гляну в эту сторону Где лодка торчёт Там можно, в принципе, ЧВК попробовать Подрезать Пока они там будут С боссами, да? Крутиться Алло Спасибо Показалось, что за камнем Здесь кто-то есть Или вот это сидит кто-то По-моему, это Рики там Похоже, что показалось Просто Там нет там никого Ого Ого С СВД кто-то может стрелять? Неужели? Чуваки. А Дики на крыше живой. Снайпер. Понял. А то ты про кого, братан? А, про меня. Ой, ядрянаваш. Так. А вот это поинтереснее звучит. Кто-то на Норвенском Диких потревожил. Так. Вот так. Так. Продолжение следует... 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 эх блин провалился мой план с треском с обходом этого парняги провалился с треском но это не отменяет того что мне необходимо идти на остров я не вижу никого надо идти я сам на открытой хожу как вот мог ли он там внизу застрять засесть и ждать пока я спущусь да не думаю что так долго он будет там сидеть и ждать вот гибридный прицел то этим и интереснее что-то хотя бы кратно сможешь поменять и они вот это вот все туда-сюда переставлять но зато есть своя какая-то романтика в этом честно говоря вон он стоит или это камень а это камень а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Что-то мне подсказывает, что это пустая какая-то трата времени Ладно, что, нас никто по джопу не пинает тогда Играем себя, да и играем Как умеем Как там нравится Опачки Да ну ты завязывай Ты чё, нафиг ты меня палишь Там, по-моему, и второй, как раз за ним, который был Это либо чувака, либо челобот Тоже дикий, что ли Почему не договорил О, это ветка Опа На дикий обычный похоже Эй, я его убил, оказывается Или это челобот Ой, это дикий, что ли Ой, блин, я застрелил его, оказывается Вот, Диса, надо же смотреть Вот, второй раз у меня такая фигня Когда я не посмотрел Чё там, попал, не попал В прошлый раз тоже на скалах думал, что не убил Ооо Всё, ну зато я теперь на 100% уверен Что хотя бы именно этот персонаж мне не помешает Заложить Маячок Так что идём закладывать его Или, блин, может не буду сбрасывать Да, и рюкзак не буду сбрасывать Вот Среди закон, что потом не возвращается Ещё за ним Можно так-то уже и посмотреть Чё, по луту, да? Ооо Противогаз нашёл Ну ладно Раз с этим делом мы Долго возились Я тогда не буду уже идти на коттеджи Не пойду туда Пойдём, заглянем на островок Воткнём маяк Посмотрим, что там по луту Да, и просто выйду на тоннеле попробую Если выпустят Никаких приключений тут не будет Всё нормально Выскочим Взрос всё Остров не обитаемый Получается Получается так Ну сначала маяк А потом все остальные приколы Вот так вот Забираем лиды Ксэф, альмоскопы А в таких зелёных ящиках Оружейных больших, говорят, бывает Ледоруб Правда я сам не находил ни разу Но пацаны говорят, что есть Возможность найти его там Пока сам не найду, не поверю Набиваем хламом Набиваем хламом Рюкзак Всё в дом Всё в семью О, хорошая штука Но это совсем Мусор Вах-вах-вах А хотя разницы нет, да, по-моему Тоже четвёртый Этот же тоже четвёртый И этот тоже четвёртый Ладно, он целее Ну так вот Всё, обчистил Теперь надо домой идти Вон туда Раньше тут спавнились дикие Не так вальяжно здесь было На выходе Ну сейчас всё окей Диких там нет Выход свободный Практически Наверное, надо было мне всё-таки Пойти спуститься Забрать там хотя бы жетон Да, вот у этого товарища Ну да ладно Я уже далековато оттуда Сразу не сделал Поздно, как говорится, наша Трусами машешь Ехали домой Нормально Квазит сделали Который планировал Да ещё и ЧВК Пополнил список Карателя Около 27 минут 3,5 тысячи опыта Блин, это и всех было Надо было всё-таки Забрать жетончик А хотя Мне без разницы Ну жетончик, да Желательно было бы Забрать, конечно Бог с ним Конечно же, самое приятное Это то, что удалось Ещё и по карателю Чуть-чуть на один шаг Вперёд продвинуться Ну вот так Потихоньку, помаленьку И сделаем его Мокрое дело Часть вторая Квест можем завершать Мы нашли Жилища рыбаков на берегу И пометили его Мокрое дело Часть третья Выдаёт Нам необходимо Найти теперь Машину Артёма На берегу Давай за Дикого В лес предлагаю Сходить Прогуляться Конкретно с целью Поискать В шесть утра Пойдём Поискать Мне нужно будет Топливную присадку Мне одна штука Всего нужна И я целый квест Смогу закрыть У барахольщика Патронов Гора целая И со снайпер Получается О Двадцать восемь минут Вот это я удачно Высалился Пацаны Ещё и тарзан И рюкзачок есть Ну Получается я Имею хорошие шансы найти Ой да ладно Ещё и брамет Мне тут же выдали Спасибо тарков Ещё и глушёный Будет у меня теперь Карабинчик мой Так Может тогда Карманы битком Блин Вот начинается У меня желание Да ощущение Появляется Сразу же Полутаться В таких то условиях Когда Проспективно Всё это дело Выглядит Но я бы по тайникам Ещё прошвырнулся Чтобы найти Хотя бы броню Какую-нибудь Я думаю Что это вполне Реально найти Давай в МЧС Тогда Такой маршрут Выстроим Где у нас выход Сразу глянем Окраин Горный тайник Ой Восточные скалы Ну вообще красота Я тогда Посмотрю А мне по хорошему Бы ещё На Эту На лагерь Весеков Сгонять Там тоже Хорошие шансы Ну есть Окраина выход В общем В любом Практически Конце Карты То есть И там И там У меня есть Выходы Что за хрен Дикие Обычные Вроде как Дикие Базарят И там Где-то Вдалеке Базарят Дикий Так Топливная Присадка Ой да ладно Тут вообще Не лутано Получается Офтальмоскоп Лежит Вот аптечка Будет Хоть какая Ой ооо Бинтик Появился Ладно Надо тогда Использовать По максимуму Эту возможность И очень быстро Постараться Все это дело Тут Залутать Не выдержала Душа Все забрал Блин смотри Ну это подарок Какой-то Тут и правда Не лутано Совсем А вот тут Друган Мой Бывал Забавно Честно говоря Газоанализатор В мед Там В мед Обеспечении Надо этот момент Зафиксировать Я думаю Это полезная Информация Ой Это от тяжелого Кровотечения Ладно Где у нас тут Может быть Техснаби Может быть Присадка Присадка В сумках Может быть Сто процентов А Угу Сто процентов Злета А в друг dessus Техснаби Сто compile это метабеспечения тех снабовский а наверху есть надо мной еще тех снабовский ящик большой он будет там глянуть пошел аптечку поднимать что до забрал аптечку неплохой день да вот как вообще нормально братан такие рейды это роли подарок прям то капец тебя проще перепрыгнуть чем обойти твердка ультамент новый нашел ладушки да ладно я льва нашел с галочкой тарков как бы намекает тарков как бы намекает иди-иди со домой лавина пс убить вряд ли кого-то получится но припугнуть можно будет а вот и броня да а нет мешок в лесу кстати говоря нередко мне попадаются в тайниках бронежилеты бронеразгрузки вообще тряпок много тут то есть даже если голеньким сюда выходить в лес и знать где например искать такие прелести как тайники да ты можешь и одеться и обуться и ящиков куча и оружие себе найти какое-нибудь короче лес кормит во всех смыслах и еды полным полно и медицина есть хороший ряд попадешься шоколаде будешь если вытащишь все это добро блин я вот не помню топливная присадка где-то там в деревне например спавнится или нет где я еще находил топливную присадку помимо лагеря или все-таки сходить туда в лагерь в этот ну вот я же говорю и прибор бесшумный стрельбы куча целая со львом сейчас ходить гулять искать что-то тоже мутная да и затея ладно давай затягивать не будем хотя бы льва тогда вынесем лев мне нужен будет с галкой по любому где его искать потом я черт его знает нигде его не сваришь сам не смастыришь так что присадку найти я считаю что проще чем льва того же а это кремовский не мой калибр опять же ладно я тогда не буду лишний раз рисковать посмотрю здесь самолет лутону тайничок один а и пойду на выход на скалах вообще ничего не лута на прикинь коня в коня пропустил вот он тайник пока это мы сможем кто-то слева топал не послышалось по-моему я шаги слышу хавчик сиги да нормальный такой лут лев этот не столько ради бабла его выносить смысл имеет сколько ради того что у него галочка есть мне же с галочкой там два что ли льва надо будет а 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 Сегодня у меня всё, господа и дамы. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю вас за поддержку моральную и материальную, за пальцы вверх, за добрые отзывы и за подсказки в том числе. Я уже немало чего интересного узнал от вас. Всем приятной игры, отличного настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.